Гитарный мошенник 40 рублей задонатил. Короче, ребят, Михаил Левадный, это вот прям жалко, что это нерасфоршенная такая тема. То есть это реально просто гениальный совершенно контент-мейкер, на которого какое-то время назад, я уже не вспомню, честно говоря, когда, он делает контент очень-очень часто, при этом у него очень мало просмотров. Ну, то есть если у меня, допустим, я держусь за счет того, что стримлю, то у него там ни комментариев, ничего, я честно вообще не понимаю, в чем прикол, но у него, во-первых, легендарное, одно из самых легендарных видосов было «Магия рептилий», и вот у него куча всяких каких-то долбанутых вещей, типа, чтобы найти ключи в квартире, нужно сказать что-то типа «Шуток, уходы», и типа «Отдай ключи», что-то такое. Чтобы избавиться от рака, нужно проглотить какой-то восковой шарик. У него все время какая-то книга, он какую-то книгу показывает. Потом он хотел быть президентом Украины, и прям реально писал, что вот я буду президентом. Он сделал реформу языка, вместо «я» он говорит «м», потому что слово «я» плохое, это «яд». Вот «мэ», даже не «м», он говорит «мэ». Типа «мэ, буду президентом». Вот, переселение душ, там, смерда, еще что-то. То есть, это совершенно просто гениальный, недооцененный персонаж. Вот. Буду был украинцем, я не знаю, бля, ребят. Ну, как «мэ» был вот на телешоу какого-то там чувака. Почему «мэ» не безразличный к политике? Короче, в общем, давайте посмотрим просто. Здравствуйте, дорогие друзья. Это директор «шуе», действительно, да. «Мэ» сегодня еще раз хочу обратиться к президенту. Вот. Ну, не знаю, президент будет смотреть. Да, его надо смотреть обязательно не на ускоренном, то есть просто наслаждаться вот каждым мигом. Или нет, услышат или нет, а подписчики мои, те, кто меня смотрит, конечно, увидят. Значит, две минуты. Значит, видео короткое. Значит, как защитить себя, еще раз расскажу. Значит, как раньше это делали от эпидемии и все остальное. Что вирус проходит не через маску. Маска не защищает вирус. Вирус проходит через поры тела. Свободно, легко. Одежда никак не препятствует. Ну, может, какие-то там резиновые там держат. Может, что-то там. Может, вирус не... Звук, кстати, нормальный стал. Мы очень в этом сомневаюсь. А обыкновенная одежда... То есть у него нередко было, что просто... Такой вот фон в одном ухе, и только в другом ухе слышно голос. Это считаю, что ее нет. Значит, брали ведро уксуса. Десять головок чеснока подавили. Расколотили. И утром проснулись до восхода солнца. И протерли все тело, все тело абсолютно, этим уксусом с чесноком. Вот. И все. И вот это каждый день надо делать, и эпидемия, значит, вас не коснется. Потом дальше. Также есть... Натирать себе тело уксусом с чесноком. Принимать пищу, особенно утром натощак, что-нибудь связанное с уксусом. Вот. Или просто даже... Ну, есть такое, как вино кислое, тоже можно пить. Вот. Хлеб даже умакнуть в этот яблочный уксус. И как-то можно хоть во рту подержать или немножко проглотить. Вот. И держать постоянно в руках полынь. Чтобы полынь была на теле где-то. Вот. И делать какие-то отвары из полыни. И принимать в течение этого всего вируса. Ну, карантина и так далее. Вот. Чтобы вы знали. Поэтому... Это самое эффективное и самое, как говорится, лучшее средство от... Ну, от этих всяких всевозможных эпидемий. Вот. Также, ну, мы считаем, что это достаточно для того, чтобы не заразиться. Вот. Не заразиться вирусом этим. Вот. Поэтому вот то, что сейчас делают, да, всевозможные маски там и все. Ну, не дают они никакой пользы, никакой защиты. Это должны знать и сказать какие-то академики или профессора медицины. Или там такие же академики и профессора, как и депутаты, скорее всего. Вот так. То есть, таким образом можно защитить себя. Вот. Уксус, потому что вирус, он боится уксуса и чеснока. Вот он. Вот. И полынь. Всего доброго. Уксус, чеснок и полынь. Господа. И никаких коронавирусов. Михаил Левадный помог нам. Вот. Всех, наконец-то, спас. Вот сейчас все ученые ищут вакцину. Ну, вот. Все. В общем-то. Оказалось, порешать вот так легко. Михаил, большое спасибо. Мое почтение. Гитарный мошенник, спасибо за донат. Видос на этом заканчиваем. Стрим, конечно, продолжаем.